Здравствуйте! Вы, как никто другой, знаете об этом дне не понаслышке, потому что вы сами участвовали непосредственно в войне в Афганистане. Расскажите, пожалуйста, вот этот день, какие эмоции вы испытывали, где вы были? Это, конечно, я в 82-м и 85-м служил в Афгане, но это событие я по телевизору увидел, когда гром последний выходил, тогда показывали еще. И на следующий, по-моему, через день ребята однополчане встретили, тогда мы как раз собирались всегда, на 9-м мы с ветеранами. А этот уже какой-то праздник, мы собрались и начали обсуждать, ну как тогда мы еще молодые были, освоим как-то отметили этот праздничный день. И вот столько лет прошло, это у нас 15 февраля, как мы считаем, что мы победителями сами, мы не проиграли. И для нас как 9 мая этот праздник, а 25 декабря это день памяти, который вот войск. А 15 февраля это, конечно, большая победа, это же свои ребята домой вернулись, войска. По идее, это победа считается, потому что, чтобы войну закончить или прийти из себя в родину, это день победы считается, праздничный день. Ребятами все встречаемся, отмечаем этот день. Скажите, пожалуйста, вот изначально в каком году вы попали в Афганистан и как это было? Вы знали, что вы попадете в Афганистан, когда вас призывали? Мы не знали, мы не знали. Наша команда не знала, что попадем в Афганистан. Ну тогда уже слухи были про Афган. А когда призвались, ну мы через 3 дня узнали, что будем в Афгане, потому что направление Термеское. Карантин начали проходить, уже подготовка была. В 1982 году у нас 2 месяца подготовка была до Нового года. И перебросили на ту сторону, как у нас говорится. Ну ощущение какое было, с нашей стороны сейчас здесь зима считается, тогда да, зима, но Термес этот, зеленый город был тогда, Термес. Хоть зима, у них почти снега не бывает же, а на ту сторону перешли, там ничего нет, только песок, вот северная провинция Балх. И там у нас только палатки и колючие проволоки. И служба началась, и за 2 года мы почти город построили там. Своими руками. Вот на ваш взгляд, что движело вами? Это был патриотизм, любовь к родине. Что это? Ну тогда воспитание, у нас патриотизм на высшем уровне было, по-моему, даже мирового такого патриотизма не было. Чтобы остаться в армии, это считалось как-то, сейчас не знаем, раньше позором считалось, чтобы не пойти в армию, патриотизм. А когда сказали, кто хочет в Афган, нас 100 человек, 21 национальность, все говорили, что за город, откуда вы пришли, говорит, многие не знают же Советского Союза. Еще наш город секретный, город был, почти на карте не был. А кто хочет в Афган, три шага вперед, ни один не задержался, 100 человек, три шага вперед, вот это патриотизм. Ну это, тогда же воспитание такое было, в школах, наши преподаватели, ветераны, великотестные были, за свой город и всегда переживал, за школу даже, родители тем более, вот это патриотизм был на высшем уровне. Мы даже не думали, что не пойду туда, таких разговоров раньше не было, прямо, это патриотизм, это защищать родину, потому что раньше в школах, как проводили МВП, мы даже готовы были, проходили эту школу, ДОСАВ, СТЕЛЕВИЩИХ, полные готовы были. Талхат Акад, скажите, пожалуйста, вот обладает ли нынешнее поколение вооруженных сил таким же патриотизмом, как предыдущие? Мне приятно слышать, как мой Хайрюкен сейчас рассказывает про те годы, когда они вошли, выполняя свой интернациональный долг, долг перед Родиной, выполнили приказ. Сегодня у нас в Южно-Казахстанской области порядка 200 тысяч призывников на учете на СТЕ, и мы по Республике Казахстан самое большое количество призывников призываем именно мы. По ходу своей деятельности я имею возможность беседовать, встречаться с нашими молодыми ребятами. Скажу, что порядка трех тысяч человек мы поставляем в вооруженные силы и другие воинские формирования наших молодых ребят. В ходе беседы я замечаю действительно, и я хочу это с гордостью отметить, что да, нынешнее поколение тоже полностью ощущает свою ответственность за защиту нашего Отечества. В целом, я хотел бы даже поблагодарить наших молодых ребят, особенно их родителей, и мне очень приятно с ними иметь дело. Конечно, может быть, бывают моменты, где наши ребята по тем или иным причинам параметрам могут не подходить, но в целом все наши ребята, они, я с гордостью могу сказать, они готовы отдать долг своей родине и готовы защищать нашу землю. Вот как на ваш взгляд, патриотизм он в крови или все-таки его должны прививать родители общества с годами, с годами жизни человека? Как вы считаете? Я считаю, все-таки это оба фактора влияют. Это и по наследству передается, и все-таки очень огромную роль играет уровень воспитания, который в первую очередь, я здесь абсолютно согласен с высказанием нашего великого полководца, обооруженного маму шла, он говорил, что любовь к родине, она начинается в первую очередь с любви к отцу, к матери, к детям, к сестре, к брату. Человек, который, и вот здесь хочу отметить, когда я беседую с ребятами, я хочу понять вот это их внутреннее состояние, насколько они близки, насколько они любят свой аул, свою школу, своих преподавателей, своего папу, маму. И вот действительно это чувствуется у наших ребят. Скажите, как вы общаетесь сейчас со своими однополчанами? Встречаетесь, собираетесь, поддерживаете вообще какую-то связь? Да, поддерживаем, здесь у нас однополчан, человек 50 здесь, после Афгана у нас 17 человек, здесь уже после болезни умерли, остальные здесь, другие, кто-то в Грицию уехал, в Америку, в свою родину в 90-х годах, остальные общаемся, и 15-го на свадьбах встречаемся, общаемся как друзья, и особенно в датах этих 15 февраля и 25-го, 9-го мая, это все афганцы, как положено, вот патриотизм на параде проходим, встречаемся часто. Хорошо, конечно, день вывода войск из Афганистана, это особенная дата, и к этой дате готовится очень много мероприятий, как правило, и у нас в городе уже некоторые из них прошли. Скажите, что еще планируется, что еще намечено, вот на сегодняшний день? На сегодняшний день, сейчас в 11 часов, у нас возле памятника афганца, возле обелиска, цветы, возложение цветов в обелиске, потом ветеранам Афганистана, потом пограничникам, все памятники у нас рядом, и там отмечается, в 11 часов открывается мероприятие, возложение цветов, мы всех приглашаем, уже приглашены, разданы все, и даже особенно рядом, это первая школа, колледж Манову Тибаеву, шестая, они все с учениками приходят, преподаватели, все, спасибо, молодежь, помнят многие, помнят даже, даже военруки сейчас у нас афганцы работают, вот они со своими школьниками, и праздничный день начинается с 11 часов сегодня, приходите в гости. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Ну, во-первых, пользуясь моментами, я хотел бы поздравить всех участников локальных событий в Афганистане, всех наших генералов, офицеров, рядовых, сержантов, которые пронесли эту тяжелую ношу воинской службы, они выдержали все, хочу им пожелать, во-первых, здоровья, долгих лет жизни, и все население нашего города, области, хотел бы поздравить с этим, знаменательная дата, действительно, как Айрекем сказал, 15 февраля, это очень торжественный день, когда отцы и матери успокоились, что их детей больше уже на войну забирать не будут, все население успокоилось, все население обрадовалось, и мы вот эту радость должны, наверное, ценить. Это наше мирное небо над нашими головами сегодня, мирное время, в котором мы сейчас живем, мы его должны, ну, это, наверное, самое большое богатство, которое вообще у человека есть. Я хотел бы, ну, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что мы, мы как департамент отдела по делам обороны всегда поддерживаем воинов-интернационалистов, у нас практически во всех районах есть, существуют их ячейки, мы постоянно в тесном контакте с представителями областного союза ветеранов-воинов-интернационалистов, могу один факт привести в пример, вот, буквально два года назад, по инициативе это было представителем воинов-интернационалистов нашей республики, это Шарип Утигенов, хочу ему еще раз по словам благодарности, признательности высказать. Значит, он был инициатором, у нас 90 человек погибло, выходцы из нашей Южно-Казахстанской области, и трое были без вести пропавшие, то есть, был инициатором, и вот по базе данных они поросили у нас, и мои, наши представители департамента, мы вот одного человека, это Ергешев Абдухалыб, он туркистанский народом, в 82-м году он служил в Афганистане, в провинции Парван, он был без вести пропавший, вот, одного нам удалось найти, его останки. Значит, то есть, это было, здесь мы пригласили мам, всех троих людей, которые у нас проживают, правда, на тот момент Серебряковой не было на территории, видимо, мы ее не смогли. Да, эта работа будет дальше продолжаться, то есть, по ДНК мамы Абдухалыков, значит, мы базу данных передали в Астану, а дальше уже там они с Россией стыковались, нашли останки, мы его сейчас тело похоронили у себя на родине. Предположим, один факт. Ну, во всех начинаниях их, вот эти вот сейчас торжественные мероприятия везде в школах проходят, в общественных местах проходят, да, вот, в организациях, вернее, мы всегда рядом. Двери всех военкоматов района, в частности, в первую очередь, наверное, в кабинет, мой кабинет, для участников Великой Отечественной войны, для воинов-интернационалистов, в первую очередь, открытые. Это наши самые такие близкие соратники, которым мы всегда пойдем навстречу. Это люди, которые пронесли в своей жизни, видели, что такое, значит, что такое война. Они выполнили приказ, с достоинством отслужили в рядах вооруженных сил. Поэтому, какие бы, по любому вопросу, какие бы они ни обращались, у нас, мы всегда находимся с нашей стороны понимания. – Тоже пожелаете что-нибудь? – С праздником всех! И пожелаю вашей организации, считается, да, вашей организации, желаю счастья, благополучия, здоровья и здоровья, здоровья, здоровья и благополучия. И вы всегда были на высоте, чтобы всегда быть на высоте. И чтобы с шумкенцами смотрели вот этот вот рап, ну и когда смотришь, чтобы от вас что-то принимали хорошее, позитивное. – Огромное спасибо вам за то, что вы пришли к нам в гости. У меня для вас небольшой презент на память о нашей встрече. Это газета «Рабат» и наш фирменный календарь. Я позже вам их раздам. Вам удачи, крепкого здоровья, всего-всего самого наилучшего и мирного неба нам над головой. – Спасибо большое. – Спасибо.